И кристальный календарь на эту неделю я назвала конкретные решения. Конкретные решения. Вот прошлая неделя у нас был творческий хаос. Наверняка в этом хаосе уже сейчас проглядывает какая-то структура. Наверняка вы заметили, что этот творческий хаос каким-то образом трансформируется и двигается. И на этой неделе мы уже готовы принять конкретные решения. И скорее всего это будут в нашем полушарии совершенно весенние решения. Совершенно весенние решения. И эти решения ведут к обновлению. Но мы их хотим сделать такими конкретными. И сейчас я вообще-то спрошу, а каким образом вы решения принимаете? И легко ли вам они даются? Потому что сейчас сделаю такое энергетическое отступление. Послушайте, почему я это спрашиваю. Знаете, в 12-м году мы все ждали конца света. До 12-го. Ну что он случится в 12-м году. Мы как-то готовились и были разные страшилки. И одна из них была о том, что будет 3 дня мрака и у людей размагнитятся мозги. И у них пропадет память. И потом они... В общем надо делать определенные практики для того, чтобы эту память сохранить. И каким-то образом где-то в бункере может быть отсидеться. Но такое было. Мы все этого ждали. И мы все время думали. Но потом 12-й год прошел. Ничего не случилось. Мы все там же и с теми же мозгами. Поэтому момент того, что все-таки Земля меняется, что все-таки изменения идут, что меняются электрические взаимодействия, а мысли это электрические взаимодействия, и пространство все-таки меняется. Но не так, как мы ожидали в 12-м году. Разочаровались многие. Увы, все хотели крутейших перемен, потому что устали от жизни. Но сейчас постепенно все-таки мы меняемся. И кто заметил, что какие-то куски памяти выпадают? Я сейчас скажу, что у нас у всех размагничиваются мозги, и наши электрические импульсы в нашей черепной коробочке начинают иначе ходить. Это можно заметить потому, что некоторые кармические уроки уходят, осознав, нам не надо ее проживать. Ускорилось время. И еще один момент у неподготовленных людей, ну, у людей-реакторов, скажем так, которые реагируют на все инстинктивно. Не сразу как бы эмоционально, ментально, духовно, а чисто и физически, да? А именно когда инстинктивно, когда векторные направления не сложены. Обычно человек вот сейчас стремится сложить свои векторные направления. То есть это чтобы его физические действия, они были в ту же сторону, в которую у него идут духовные запросы, идут эмоции и идут мысли. То есть мы вот это складываем, векторные направления, чтобы они все смотрели в одну сторону. Но те люди, у кого они разбалансированы, естественно, им труднее всего. И получается, что те люди-реакторы, которые физическое тело и только эмоции, они теряются. И вот эта вот смена электрических импульсов в пространстве на планете, в нашем полушарии так обычно, это происходит в основном в феврале, но захватывает и март. Она как бы делает много потерянных людей. Вот люди теряются не потому, что они там вышли из дома и потерялись, хотя это тоже сюда же, а потому что они делают, ну вот человеческий фактор, они делают ошибки. Эти ошибки случаются и в любых электрических сетях, и в компьютере, и в голове. И если я сейчас спрошу, вот дайте мне там знать, что вы заметили, что всевозможных таких вот странных людей, которые неадекватно себя ведут, или с которыми выстраиваешь коммуникацию и чувствуешь, что говоришь на разных языках, а всего лишь на разных уровнях. Или того, что этот человек делает сам, не зная что, где логика отсутствует. На дороге. На дороге легко увидеть очень странные у людей манеры вождения. И это не под... или какие-то ошибки в вождении. И это человеческий фактор. Вот реально человеческий фактор. И этот человеческий фактор мы все наблюдаем, потому что электрические импульсы в голове сбоят, потому что сбоит общий электромагнитный фон. Что такое электрические импульсы? Любая проводимость электричества образует магнитное поле. И, соответственно, это магнитное поле, мы можем или заземляться, обращаясь к планете Земля, или же какими-то другими практиками гармонизировать, чтобы электрические импульсы с нашим земным магнетизмом у каждого человека каким-то образом совпадали. Вот, да, заметила, да. Потому что это есть. Люди глючат. Вот реально глючат. При этом нормальные, совершенно живые, но глючат. И вот это мы все замечаем. Так вот, я перехожу к конкретным решениям. Ввиду того, что это электричество, у нас где-то каротин замыкает, искрит. И это мы можем чувствовать и с собой, ну, как, например, расфокусированность своих мыслей, например, или какая-то потерянность во времени, или выпадение из памяти каких-то кусков, которые как будто бы были не про вас и вообще не в вашей жизни. И это все есть. И конкретные решения на этом фоне многим людям достаточно сложно принять, чтобы эти решения были, ну, так сказать, рабочими. И многие, ну, как бы оставляют, я еще подумаю, я еще подумаю, я еще подумаю. И тогда получается, что решение случается. То есть вам, у вас случается необходимость решить конкретно прямо сейчас. То есть обстоятельства наваливаются таким образом, что у вас больше нет времени подумать, и вы оказываетесь перед этим решением, которое, кстати, чаще всего в такой ситуации сделало за вас уже пространство. Ну, те обстоятельства, в которых вы живете. И получается, что вы не можете принять конкретного решения. Или вы потеряны, или еще по каким-то причинам. Так вот, эта неделя конкретные решения. Для того, чтобы мы сфокусировались при всех сложностях с электричеством, с логикой, с ментальным планом, нам надо каким-то образом себя сфокусировать. Сфокусировать на свои конкретные решения, на свои задачи и свои цели. И самое интересное, что очень часто люди начинают путать именно свою конкретную узкую задачу, которую необходимо сделать здесь и сейчас, в данный момент, но так, чтобы она привела в будущем к моему же желаемому результату. Так вот, на этой неделе будет очень много людей, которые друг друга путают. И путают в принятии этих решений. Знаете, как раньше люди принимали решения, впрочем, и сейчас многие так делают. Послушают всех своих подружек и примут так, чтобы эти подружки тоже были довольны моим решением, которое относится только к тебе. Вот этот момент обязательно отследите и сделайте решение из своей головы. Не по поветрию от подружек, а именно из своей головы. Потому что энергии таковы мы проживаем только свою жизнь. Мы не можем ее прожить с подружкиным умом. Если, конечно, ваша подружка авторитет, вы можете ее послушать. Но решение будет все равно ваше. Так вот, на этой неделе внимательно смотрите, чтобы ваши решения были конкретными, чтобы они были не двухсмысленными и не какие-то расплывчатые. И чтобы они были ваши, чтобы вы их желали, а не ваши друзья, подруги, родственники и так далее. Вот этот момент, он действительно важен. Я всем желаю принимать, вот в этих условиях с электричеством, принимать совершенно собственные и конкретные решения. Плюс, наверняка, я уже об этом писала, наверняка вы заметили, что искрит и статического электричества тоже стало больше, и нас еще и шарахает. Так вот, когда это статическое электричество накапливается в ауре человека, вокруг человека, человек начинает чувствовать себя плохо. Чисто физически плохо. И поэтому, вот мой вам совет, если вы чувствуете, что вы сильно стали электрическими, что вас бьет от струи воды, от крана в ванной, от ключа в замке, от машины. Если это с вами, то мой вам совет, чаще принимать прохладный душ. Не горячий, а прохладный. Заодно и будет закалка. Еще следующий момент, который тоже электричество тянет, это, вот как я уже писала, бурление в животе, какие-то странные недомогания, какие-то летучие ощущения в теле и так далее. И это тоже прохладный душ. И, скажем так, не хочу говорить здоровое, потому что это очень условно. Хочу сказать разумное питание. Не напрягайте свое физическое тело и разумно питайтесь. Вот так скажу. Потому что, что касается здорового образа жизни, то это очень условно. И я считаю, что для каждого здоровый образ жизни должен быть свой. Идем дальше. Вот как будто бы так сказала, конкретные решения. Кстати, многие, вот я очень рекомендую многим принять конкретные решения на этой неделе именно относительно своего, ну как бы, физического состояния, относительно своего, может быть, оздоровления, очищения и своей, ну как бы, сферы деятельности. То есть то, чем вы заняты. Поэтому принимайте конкретное решение. Вот сейчас весна у нас в нашем полушарии. И она как раз способствует, ну в кавычках, начать новую жизнь. Начать так, как вы ее желаете. То есть это тоже конкретное решение. Изменить образ жизни или же каким-то образом сузить его в больший фокус для того, чтобы у него просматривалась вот дорога, куда эта вселенная поведет. И не ждите, когда вселенная за вас сделает конкретное решение. Не ждите, когда пространство за вас сделает конкретное решение. Вкладывайте в свои решения себя. Спасибо, Лариса. Благодарю за совет. И очень своевременно для меня. Да, мы все будем что-то решать. Будем что-то решать. И кто-то начнет бегать, а кто-то начнет диету, а кто-то новый бизнес. Да, то есть у каждого будет по-своему. И каждый свое решение должен почувствовать сам. Вот через себя. Это я всем вам желаю. И... Субтитры создавал DimaTorzok